Да, значит, можно будет потом получить запись, да, и поэтому, ну, желательно в любом случае в бинар послушать, потому что у вас прекрасная возможность задать вопрос спикерам. Все, давайте больше тогда не будем, как бы, ждать никого, кто подключится, подключится, и тогда поехали. Всем привет еще раз. Так, презентация не скачивается, только хотел начать. Итак, смотрите, значит, презентация будет доступна для скачивания после того, как мы закончим. Потому что, чтобы вы просто не отвлекались. Пока ничего не доступно для скачивания, правильно. Итак, тогда все, поехали и начинаем. Значит, сегодняшний вебинар называется «Как и зачем измерять эффективность деятельности НКО?». Тема, на самом деле, очень серьезная и теоретическая. У нас в Теплице, кто-то знает, кто-то не знает Теплицу, Теплица социальных технологий – это такой общественно-образовательный проект. Прервусь опять, гость спрашивает. При большом желании вы можете потом попросить меня об этом, но желательно писать текстом. То есть, желательно текстом. Окей. Итак, Теплица социальных технологий – это такой общественно-образовательный проект, который рассказывает, собственно, о том, как использовать интернет для работы. И мы, наша глобальная цель, да, мы просто связываем IT-сектор и некоммерческий сектор. Потому что одни нуждаются в какой-то помощи, да, а другие знают, как это сделать, там, в плане интернета, сервисов и так далее. И наша цель, да, глобальная – это развивать создание гражданских приложений. То есть, это тех сервисов, которые решают какие-то общественно важные задачи. Хрипло слышно, я не знаю, не от меня это зависит. В любом случае, на записи будет слышно лучше. Итак, поехали тогда дальше. Пару слов о том, что наш вебинар проводится при поддержке фонда Focus Media. Этот фонд предоставляет нам эту площадку. Поэтому большое спасибо фонду. Можете посмотреть, что они делают. Они действительно делают очень важные вещи. Пару слов обо мне. Я сегодня, как и обычно, такой голос за кадром, как в «Что, где, когда», да, потому что на самом деле важно не то, что, там, как я выгляжу, да, а то, что я говорю. Поэтому без видео дальше важно то, что, как бы, голос и так далее. Итак, меня зовут Алексей Ницца. Мой имейл здесь. То есть, любые вопросы, если у вас есть, вы можете писать мне напрямую. Я являюсь вент-редактором теплицы сайных технологий. Также я делаю видеоуроки. И, естественно, веду вебинары, если вы меня здесь видите. То есть, естественно, что я не являюсь прямым специалистом в этой области, по которой, по той теме, по которой сегодня вебинар, да. И так как это образовательный проект, наша задача просто сделать срез знаний, которые есть сейчас в интернете по определенной теме, да, и рассказать вам. И рассказать это более таким простым и доступным языком, чтобы было понятно, что мы сегодня и сделаем. Двигаемся дальше. Вебинары мы проводим два раза в месяц. Если вы какой-то из наших вебинаров пропустили, или хотите найти записи, это сделать очень просто. Вы заходите на наш сайт, теплица, станксинология.тест.ру. В презентации все ссылки кликабельные. Вы можете потом взять и нажать, и перейти именно туда, куда нужно, в раздел. Итак, вы можете найти все записи вебинаров в разделе мероприятия, и там вебинары. Будет список, просто название. Вы переходите, и можете посмотреть что-то, то, что вас заинтересует. В последнее время я стараюсь записывать вебинары в хорошем качестве, поэтому думаю, что проблем не должно быть. Также я просто собираю вебинары в плейлист на YouTube. Вы можете также зайти на YouTube и вбить теплицу стандартных технологий, и там найти плейлисты, в частности, плейлист с вебинарами. План вебинара сегодня такой. Я в нескольких словах и нескольких слайдах немножко веду вас в курс дела, о чем мы будем говорить. Потом мы предоставим слово первому нашему эксперту, это Ларису Васильевну Аврорину, которая из Каф-Раша. И второй эксперт, это Сергей Мартыщенко, который из Валюшин на филантропе, и он тоже расскажет то, что они делают. Я, естественно, так как не являюсь экспертом, пытался найти тех людей, которые являются действительно экспертами в этой области, и попросил их сделать, на самом деле, сложную вещь, за короткий промежуток времени рассказать какие-то практические вещи, понятные, и какие-то кейсы о том, как они вообще это делают, а это измеряет эффективность. И в конце мы немножко ответим на вопросы-ответы, поэтому, как я уже сказал, где-то час-пятнадцать, может быть, максимум полтора часа это все займет, поэтому рассчитывайте свое время. Двигаемся дальше. На самом деле зарегистрировалось очень много человек на этот вебинар, и я взял просто и сделал такую карту людей, то есть отметок, из каких городов люди зарегистрировались на вебинар. Как вы видите, практически вся Россия, Восточная Европа. Что на самом деле очень приятно, потому что это значит, что тема очень важная. Она важна и сложна, ее надо начинать как-то немножко разворачивать, чтобы было понятно более каким-то широким массам и региональным компаниям, не очень большим компаниям. Поэтому действительно очень приятно, что столько людей из разных регионов России и немножко Европы. Двигаемся дальше. И первый вопрос, естественно, который возникает, а вообще что такое эффективность некоммерческой организации, вообще что с ней делать и зачем это нужно. В двух словах скажу, как мы воспринимаем деятельность некоммерческой организации. В частности, существует два направления деятельности, которые можно выделить. Первое – это привлечение внимания к какой-то проблеме, да. И второе – это попытки или решение этой проблемы. То есть, там, сбор средств и так далее. Вот две основные задачи, которые стоят перед всеми некоммерческими организациями. Поэтому, так как они существуют на, собственно, деньги, например, на какие-то гранты или на те деньги, которые им передают фонды, там, например, или просто люди-жертвы, да, то, естественно, что они должны перед этими людьми показать, действительно ли они делают это эффективно, выполняют свою работу и достигают тех результатов, которые перед ними стоят. Поэтому основная причина, зачем это все нужно, это действительно показать те доказательства, что деятельность приносит плоды. Дальше наши эксперты расскажут об этом более подробно. Я лишь, там, буквально затрагиваю в двух словах каждую тему. И как было раньше, да, все мы привыкли, что долгое время считалось, что некоммерческая организация как бы измерялась тем, эффективность тем, как организация тратит деньги. Если организация тратила, например, менее 20% средств на свои какие-то расходы, да, внутренние, значит, она считалась эффективной. То есть, 80% шло именно на решение тех задач, с которыми как бы работает и борется с какими проблемами организация. Сейчас, как вы все знаете, есть куча организаций, которые, условно говоря, там, тратят буквально 5% или ничего. То есть, поэтому это уже устаревшая метрика, которую нужно просто забыть. Да, там фонд пишет, и можете задавать вопрос, пока я говорю. Двигаемся дальше. И что же сейчас? Сейчас возникает следующее, что получаются и появляются новые способы оценки эффективности, и они основываются на результатах деятельности НКО. И надо сказать, что этих метрик и инициатив действительно очень много, и вот такой обширной общей системы пока нет. Но к этому все стремится и идет. И слава богу. Например, одна из таких инициатив – это Market for Good. Это международная такая инициатива, которая заключается в следующем. Чтобы создать инфраструктуру оценки НКО, кто и позволял бы оценивать эффективность организации, основываясь только на результатах ее деятельности, а не на том, как расходуются средства и так далее. Не на том, какие усилия прикладываются к решению задачи, а именно на результатах деятельности. Я тут подобрал вам видео об этом. Вы можете потом в презентации это посмотреть, скачав это кликабельное видео. Перейдете просто по ссылке и посмотрите. Какие еще есть вещи? Есть теория изменений. Это на самом деле действительно очень серьезная такая теория, но в двух словах, если сказать, что это такое, скажу следующее. Что это, условно говоря, карта, которая показывает, каким образом проект или ваша задача, она создаст изменения в обществе. Тот social impact, который будет делаться вашими силами. То есть это та карта, которую вы создаете. Вы определяете то положение, где вы сейчас находитесь. Те шаги, которые необходимо сделать до вашей цели. И цель, собственно. Скорее даже наоборот, сначала цель, потом те шаги и то место, где вы находитесь. Естественно, что у теории изменений есть определенные свои критерии, которые говорят о том, как вы двигаетесь к вашей цели, эффективно или нет. Я не буду задавать подробности, просто нужно потом более подробно изучить, но вот такие метрики есть. Так, фонд правоматик говорит о том, что вы путаете 20% в 80% не вопрос эффективности, а положение закон, которое позволяет, да. Но если есть верхние границы, то никто не говорит о том, что нужно этот процент снижать. Правильно ведь? Поэтому я вот, наверное, к этому. То есть если вам дают интервал, на вашей совести делать это более эффективно. Закон есть закон. Действительно, нарушать закон нельзя. Что еще? Дальше есть SROI, это Social Retirement Investment. По-русски называется по-разному, но в двух там вариантах, например, это социально-возвратные инвестиции, либо это социально-экономическая эффективность инвестиций. То есть, условно говоря, это такая большая концепция сейчас, которая стараются перевести на русский язык, до конца так и не переведена. И она очень важна. И цель вообще ее, это как бы, как вот тут написано, снизить степень неравенства, экологической деградации, повысить уровень благосостояния людей посредством учета ценностей в ее широком смысле. То есть, это тот критерий, который позволяет оценивать, насколько эффективно инвестиции в какие-то проекты влияют на тот вклад, который вы вносите в изменения в обществе. И что вы делаете именно это эффективно. Так, давайте к вопросам перейду. Закон, да. Вот если вы в комментарии можете написать закон, интересно посмотреть. Так, так, так. Почему карта теории изменений на английском? Ну, потому что эта карта просто одной из компаний, которая англоязычная. О чем проблема? Непонятно. Ну, то есть, я хотел показать, что не надо вдаваться в подробности, что значит каждый из элементов, просто это сложно понять в первый раз, да, я говорю о том, что существуют определенные блоки, да, и это действительно карта. То есть, вы заполняете ее, и это такая путевая карта. Ну, да, вариантов много, переводы с ROI, поэтому вот на самом деле главное понимать смысл, да, о чем идет речь. И вот буквально еще пару-тройку слайдов перед тем, как я передам слово нашему эксперту первому, значит, я хотел сказать об эволюции показателей эффективности. То есть, вот если все показатели взять, да, то вот как бы их можно разбить сейчас на три уровня. Вот первый уровень, который был, да, это была прозрачность. Что это значит? Что организации стали публиковать результаты своей деятельности, да, и они были доступны, и они доступны сейчас, например, общественности. Часто организации публикуют отчеты на своем сайте. И поэтому инвесторы стали больше интересоваться конкретными данными, да, вот в этих отчетах, чем историями. То есть, вы можете рассказать историю, сказать, да, вот мы помогаем детям, там все классно, все хорошо, мы хотим, чтобы было там что-то такое. Но если у вас нет данных, которыми вы можете подтвердить свои какие-то действия, то ничего хорошего не будет. Поэтому первый уровень – это вот как раз прозрачность. Дальше переходим. Это второй уровень, который сейчас, буквально в 2013, в 2014 году начал вводиться повсеместно, это общие стандарты. То есть, организации стали осознавать, что для того, чтобы увеличить поток финансирования сектора социального, необходимо разработать общую систему оценки эффективности. Как я уже говорил, достаточно сложно с этим сейчас дело обстоит, потому что существует очень много метрик, и пока что нет такой единой системы. Но вот сейчас мы находимся вот именно в этом положении, когда у нас есть метрики 2.0, условно говоря. И в чем же состоит наше будущее? Да, перед будущим скажу в том, что в 2013 году более 50% фондов из базы данных Impact Base использовали ARIES. Это метрика для оценки социальных, экологических, финансовых результатов инвестиций. То есть, как вы видите, достаточно много существует метрик, по сути. Поэтому, ну, с 2013 года наконец-то, наконец-то большинство фондов переходит на это. И некоммерческих организаций больших. И третий уровень, который следует за вот тем, что сейчас у нас есть, да, в настоящее время, то, что нас ожидает в ближайшем будущем, и это ожидает нас совместными усилиями, это метрика 3.0. Что это значит? Это значит, что переход от доступной отчетности, которая была в метрике 1.0, и стандартизации, которая была в метрике 2.0, это к созданию полезности. И вот ключевым фактором, да, метрики 3.0 должна оставить полезность. Вот здесь, вот, вот просто нужно понять это очень хорошо и быть нацеленным на это. А сейчас я тогда дальше уже не продолжаю, а передаю слово Ларисе Васильевне. И если меня слышат, то вот вы можете включить камеру и микрофон. И я могу листать слайды, а вы можете говорить. Я слышу. Да, отлично, и видно вас, и слышно. Здравствуйте еще раз, мы просто не здоровались еще, да. Так, плохо слышно. Алло? А вы еще ничего не говорите? Хорошо, да. Ну, в принципе, можете начинать тогда, и вы просто говорите, когда слайды перекручивать, переворачивать, и я буду их двигать. Хорошо. Добрый день всем. Мне кажется, что сегодня заявлена действительно очень важная и интересная тема, которая связана и с эффективностью деятельности НКО, естественно, с системами оценки, представления этой эффективности. И я бы хотела представиться еще и сказать, что я являюсь руководителем программ. Организация КАФ «Россия», для многих она известна. И одной сферной деятельности является как раз разработка и использование оценки в своих проектах, в своих программах, и это практика постоянно реанализировать эффективность тех программ, которые мы реализуем. Я бы хотела продолжить эту тему дальше и показать на тех примерах, которые у нас есть, как это используется, как это работает. Ну и, наверное, чуть вернуться назад, зачем мы хотим увидеть и измерить эффективность НКО, это прежде всего, наверное, связано с тем, что нам нужно показать эффективность не просто, так сказать, менеджмента управляющим, но то, что делает организация, насколько эффективна ее деятельность с точки зрения реализации проектов и программ. Безусловно, часть организации зависит в том, как у нее возникает организация отношения, что она делает и доверие к этой организации. Я извиняюсь, Лариса Васильевна, вы можете отключить видео, а то, видимо, из-за того, что интернет, наверное, не очень просто, вы прерываетесь, вас не очень хорошо слышно. Да, я, кстати, хотела сказать, чтобы тоже все прерывалось. Отключаю видео. Да, хорошо, спасибо. Алло? Угу. Так, да. Я отключила, теперь хорошо слышно? Алло? Да, слышно. Алло? Да, слышно, слышно. Продолжайте. Я не прерываюсь, да? Хорошо. Да, я продолжаю. Для самой организации оценка эффективности важна, является таким приоритетом для того, чтобы увидеть свои перспективы, развивать какие-то новые продукты для сообщества, для многополучателей. Это возможность привлечения новых партнеров, это возможность профессионального развития. Вот все вот, весь этот набор таких показателей демонстрирует эффективность как для сообщества и организаций, так и... Да, вы немножко пропали опять. Ага, я не знаю, это. Алина, меня слышно? Вот сейчас меня слышно? Да, 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 да. Алло? Да, слышно. Ну, вот еще немножко таких общих вещей, что определяет эффективность деятельности организации. Вот с точки зрения ее организационного развития, то, что вы уже говорили, прежде всего, разрачность ее деятельности, это четко выстроена информационная политика, коммуникации, наличие сайта, то есть представительства в интернете, и, безусловно, публикация ежегодного отчета. Это наличие и стратегии планов развития организации, это план развития персонала, это четко прописанные процедуры управления, программы финансового менеджмента, и это такие измерительные вещи, как наличие процедур мониторинга деятельности по проектам. Дальше. И с точки зрения финансовой устойчивости, финансовой эффективности организации, это такие показатели, что существует четко прописанная фондрайзинговая политика, что существует диверсификация источников финансирования организации, что организации не только используют грантовую поддержку, но и реализуют платные услуги, и умеют работать с источниками государственной поддержки по заказам. Особенно в последние годы это становится важной такой темой, поскольку государство выделяет значительные ресурсы для социально ориентированных некоммерческих организаций. И вот такой показатель, о котором говорил Алексей, вот как баланс расходов, это административная программная деятельность, это тем не менее тоже важный показатель, и в частности в своих программах мы его обязательно исследуем и анализируем. Как можно померить эффективность? Ну, разными, безусловно, способами, и вот теми системами, которые сегодня уже существуют, опять же ссылаюсь на Алексея, те, которые разрабатываются. Но, конечно, в каждой организации должны быть прописаны индикаторы для мониторинга текущей деятельности и оценки своих продуктов, своих проектов и программ. Ну, в качестве индикаторов могут быть, например, такие, как количество привлеченных ресурсов и источников, да, откуда поступают эти ресурсы. Это количество реализованных проектов, это количество тех благополучателей, стейхолдеров, с которыми мы работаем, и на которых мы работаем. Это оценка, индикатор оценки присутствия в публичном пространстве, да, это количество публикаций, это количество ссылок в интернете и так далее. Как проводится регулярный мониторинг? Это при запуске любого проекта, любой программы изначально должны быть прописаны те индикаторы, которые позволяют отслеживать ход реализации. Чем можно померить? Ну, это существуют разные способы. Но, как правило, это вот проведение фокус-групп, да, это проведение интервью с заинтересованными, с участниками, это анализ документов, это подготовка отчета. Дальше я бы хотела просто вам сказать, что сложно за такой, как я себя, представить, скажем, весь спектр инструментов, возможностей для проведения оценки, мониторинга эффективности. Но есть, уже существует литература, с которой вы можете познакомиться, ее найти. Это вот здесь представлено на этом слайде. Ну, здесь представлено три наиболее важных, на мой взгляд, и интересных, и полезных, практических рекомендаций. Но уделялось существует больше. И хочу сказать, что не только на английском, но вот есть и на английском. Теперь я хотела сказать, в качестве примера, как инструменты, о том крупном фонде, как КАФ России. Я являюсь руководителем программ, и одна из важнейших программ и в КАФе для меня, это проект развития фондов местных сообществ в России. Для тех, кто не знает, что такое фонд местных сообществ, это некоммерческая организация, действующая на ограниченной территории, в своем сообществе, и привлекающая ресурсы местного сообщества на решение местных проблем и на поддержку некоммерческого сектора, а также общественных инициатив. То есть, смысл заключается в том, что развивается местная филантропия, развиваются местные источники и привлекаются ресурсы из местных источников на поддержку вот таких инициатив. У нас программа реализуется уже второе десятилетие. На сегодняшний день существует действующих 50 фондов, организации которой, так сказать, в ней участвовали, это более 60. И вот мы решили посмотреть, оценить, что же мы делали все эти годы и во что эта программа, так сказать, превратилась, как она сегодня развивается и что мы можем увидеть, как бы, сегодня и что мы можем спланировать в перспективе. Я, наверное, должна сказать, что оценка существует разных типов. Оценка бывает внутренняя, оценка бывает внешняя, то есть когда привлекаются внешние эксперты. Но также у нас, по сути, свои тоже два типа таких важных. Это первый тип, такая формирующая оценка. Это когда результаты можно использовать, чтобы усовершенствовать программу, повлиять на ход ее реализации. Или итоговая суммирующая оценка, когда ничего изменить нельзя, но, получив результат, можно извлечь уроки на будущее. Так вот, то, что я вам показываю, это формирующая оценка, поскольку у нас программа идет и программа продолжается, у нее цикл двухлетний. И важно было посмотреть, чего же мы достигли, чего достигли фонды, на какой уровень вышла программа и что мы можем делать дальше, как ее работать. Вот на этом слайде, где представлена инфографика, мы свели разные показатели, потому что в ходе проведения оценки используются как качественные показатели, так и количественные. Вы можете увидеть, что мы посчитали, что было проведено более 500 конкурсов поддержки социальных проектов и программ в разных регионах России. Поддержано более 4 тысяч проектов за десятилетий период, например, с 3 по 12 год. Сегодня мы имеем уже обновленные данные, но я показываю. То есть вот здесь существует два количественных показателя, плюс показатель количества участников программы, я уже говорила, там 60 организаций. И есть качественные данные, которые мы получили в ходе проведения интервью, опросов, фокус-групп и анализа документов, анализа программ, которые реализуют эти фонды. И что в результате мы здесь получили? Какие мы получили уникальные выводы на основе вот этих качественных, количественных показателей? Мы увидели, что уникальность программы заключается в том, что 94% всех наших исследуемых организаций поддерживают инициативные группы граждан. То есть не только некоммерческие организации, юридически зарегистрированные организации, но и инициативы граждан. Это очень важный такой показатель, важный вывод, который мы увидели, поскольку из этих инициатив и развиваются, и создаются некоммерческие организации. Это с одной стороны, а с другой стороны это важный инструмент, важный показатель включения людей, разных групп людей в решение проблем в своих сообществах. И второй важный вывод, который мы увидели на основе этого анализа, на что тратятся ресурсы местных сообществ. Где лежат приоритеты доноров, а это местный бизнес или частные доноры, и где лежат интересы граждан, какие проблемы они хотят решить, в первую очередь. И вот на табличке вы видите, что на первом месте стоит, естественно, проблема детей, дальше и культура, и кустройство, пожилые, инвалиды и так далее. То есть это вот те приоритеты, которые присущи практически всем нашим участникам этого проекта. Что вот здесь вопрос появился, что в этой оценке говорит об эффективности ФМС? Ну вот я, конечно, не могу показать всю информацию, всю презентацию по фондам, но эффективность в том числе заключается в том, что на поддержку фондов за два года мы тратим 200 тысяч долларов. И в рамках этой поддержки мы проводим и грантовую программу, и консалтинг проводим, проводим различные обучающие программы и так далее. То есть мы развиваем сообщество фондов, которые, соответственно, развивают свое местное сообщество. Так вот за эти два года фонды, только наши грантополучатели, привлекли более 6 миллионов долларов. Ну, мы говорим в доллар, поскольку еще у нас информация и в других зарубежных источниках появляется, мы привели к этой условной единице. И мы видим, что при наших небольших затратах программы эффективно развиваются, потому что у нас нарастает количество фондов, у нас нарастает количество инвестиций, привлекаемых в сообщество. У нас появляются новые инициативы, у нас развиваются новые территории. И, наверное, в качестве, ну, я как бы примера еще хотела сказать, что фонды развиваются не только в крупных городах, там, где достаточно существуют серьезные ресурсы, я не говорю про сегодняшний день, но фонды как модель стали развиваться в неиндустриальных территориях и даже в сельских территориях. Я думаю, что, я считаю, и, так сказать, что вот это один из показателей эффективности программы, эффективности модели, которые мы провели, работают в разных сообществах. И дальше, следующий слайд, новая. И опять же, возвращаясь к Алексею, в той модели, о которой он говорил, и мы сегодня в КАФе понимаем, что вот таких оценочных инструментов, показывающих эффективность проекта, программ, уже недостаточно, и поэтому у нас появился новый проект, это вот социально-возвратные инвестиции, который мы начинаем развивать. Этот проект начинаем его тестировать на реальных, конкретных программах. И вот здесь такая, как бы, небольшая табличка, в чем, как бы, мы видим смысл этого проекта, это мы измеряем оценку деятельности, как ресурсы, какие мы вложили в этот проект, результаты, что мы сделали, какую деятельность мы осуществили, и следующий этап, это уже оценка влияния. Мы хотим увидеть, что изменилось в результате нашей деятельности, что изменилось в результате тех финансовых ресурсов, которые были вложены в программу, какая доля этих изменений произошла, и какова ценность нашего влияния. Этот проект мы начали реализовывать на приводной программы «Буду-здорогу», которая у нас уже идет несколько лет. Программа финансируется компанией «Крафт», но, правда, сейчас она изменила название, и называется «Монделисты». Вот вместе с этой компанией, вместе с консультантами, с разработчиками этих подходов, мы начинаем такой новый проект оценки возвратных инвестиций. Я надеюсь, что через год мы отработаем эту же модель и будем готовы поделиться с другими коллегами в России. Ну вот, собственно, наверное, это совсем такая краткая вещь, о которой я хотела сказать, зачем нам нужна эффективность. Эффективность как для организации, как для наших благополучателей, так для наших потенциальных и доноров, и партнеров, и, наверное, оценка будет развиваться. И будет развиваться и в разных направлениях, и она все будет более требовательна к тому, что мы ее используем, мы ее используем как для внутреннего показывания, так и для того, чтобы представить эффективность организации. И вот такая эффективная деятельность организации безусловно будет способствовать привлечению инвестиций в решение проблем. У меня на все спасибо. А вы, да, да, спасибо большое. Вы можете на вопросы ответить? Тут несколько вопросов задали. Посмотрите, пожалуйста. Что в этой оценке говорит об эффективности? Как вы считаете социальные возвратные инвестиции? Как вы разрабатываете ценности, пример взаимодействия? Вот это мне не совсем понятно. И что по поводу социального возврата. Я сказала, что мы адаптируем, развиваем и тестируем теорию возвратных инвестиций. И поэтому мы сейчас находимся на таком промежуточном этапе. И я, наверное, не смогу сейчас сказать точно, какие индикаторы и какие показатели мы будем включать. Потому что мы сейчас еще систему настраивали. Алло. Да, 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 слышно, слышно. Алло. Да, слышно вас. Алло. Слышно, да? Да, да, слышно. А, ну, вот здесь. Вопрос и комментарии, конечно, подход должен быть в каждом случае индивидуальный. Так, вопрос про статистику. Я не совсем поняла, это касается чего. Алло. К статистику спрашивают. Да, и спасибо Наталье, которая отправила ссылку, что все принципы СРОИ на русском языке находятся на этом ресурсе. Алло. Да, 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 слышно. Ну, в общем, я не знаю, тогда, если вопросов нет, тогда большое спасибо вам. Ирина Литвина. Литвина спрашивает про учет результатов. Так. Это относится к чему? Это относится к СРОИ или к тому КИС, который я показывала по фондам местных сообществ? Как мы оцениваем проекты и программу? Не совсем понятен вопрос. Статистика. Алло. Да, да, вас слышно. Сейчас, ну, может быть, Ирина что-то напишет сейчас. Если, ну, не напишет, тогда давайте в конце. Да, пусть она напишет. Вот, да, конкретная статистика. Если есть еще вопросы или будут вопросы, я готова буду ответить. И есть, по-моему, указаны наши координаты. И если будут подчинения, можно написать. И я всегда с удовольствием отвечу. В общем, я Ирине хочу ответить, что вот есть ссылка на исследование. И вы можете перейти и посмотреть там более-менее подробно. И, скорее всего, если вы перейдете на сайт КАФРАШ и посмотрите разделы, возможно, вы поймете что-то большее, потому что, ну, да, тут просто презентации этого нет. Да. Тогда большое вам спасибо, да, и вы можете тогда микрофон выключить пока, а мы продолжаем. Так, и у нас на очереди Сергей. Так, сейчас мы подождем. Ну, конечно, сейчас Сергей более полно расскажет вот как раз про социально-возвратные инвестиции. Да, спасибо. Спасибо, да, да. Так, Сергей, вы можете, да, присоединиться. Так. У вас не слышно. Да. Теперь слышно. Меня слышно? Теперь да. И видно. Слышно меня? Да, да, слышно и видно. Сейчас слышно? Да. Да. Я думаю, что вам нужно... Всем спасибо за вас. Можно вас попросить все-таки выключить видео? Выключить видео? Спасибо за вас. Да, 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 давайте, да. Да, я просто тогда тоже... Сейчас слышно? Да, теперь все хорошо, давайте тогда начинаем, да. Алексей. Алексей. Спасибо за возможность рассказать о нашем опыте. У меня, возможно, презентация будет сложноватая, достаточно много информации, но вот уже говорили о том, что они потом будут опять более подробно изучить и если какие-то вопросы, можно будет ответить потом уже по ходу. Алексей, скажите, мне можно саму листать, да? Да, вижу все. Значит, зовут меня Сергей Мартыченко, я представляю компанию Evolution Philanthropy и буквально два слова про то, чем мы занимаемся. Не стал писать здесь нашу миссию, она есть на сайте и она сейчас включается в развитии благотворительности и некоммерческого осетра через продвижение, изучение практик, трансляцию и внедрение. Но мы сейчас находимся на этапе нового стратегического планирования и миссию уточняем в том числе. Но вот цель свою мы сейчас видим, как создание среды для развития социальных инноваций. И помимо различных направлений и фокусов, которых мы изучаем, практики транслируем и которые включают и фандрайзинг, финансовую устойчивость некоммерческого сектора и относить прозрачность и оценку, в том числе эффективности. И вот сейчас мы фокусируемся на оценке и на измерении социальных результатов, считая, что это очень важный аспект. И не только мы на этом фокусируемся, и вы знаете, что 2015 год объявлен годом оценки, между прочим. Ниже вы видите перечень продуктов, точнее, не перечень продуктов, а направление нашей деятельности и оценки. То есть мы занимаемся обзором международных трендов, лучших практик, подготовкой аналитических и методических материалов и по мере возможности соединению разработанных методических продуктов, в том числе и через создание экспертных площадок. Но не буду об этом проработанавливаться. Те продукты, которые частично перечислял Алексей, действительно они есть уже и в наших базах, и введенные на русском, и более того, какие-то даже методически отработаны. Про эффективность. Что же такое эффективность организации? И мы считаем, что нужно более широко смотреть на этот термин. Эффективность – это про достижение миссии. Любая некоммерческая организация имеет миссию, и то, каким образом она движется к ее достижению, то, насколько организация эффективно использует ресурсы, насколько эффективно выстроен внутренний процесс организации, насколько эффективна организация взаимодействия со своими стейхолдерами, благополучателями, насколько эффективно отбегает запланированные результаты. Все это касается эффективности. И, безусловно, эффективность – это про измерение. Я вот привел здесь две цитаты. Нельзя управлять тем, что невозможно измерить. И правда, что приоритетом должно стать измерение – это не только показатели, но и результаты, это культура. Культура в организации, которую постепенно выстраивать. Что дает измерение? Лариса уже отметила ключевые факторы. Я бы остановился на двух, которые, на наш взгляд, тоже нельзя управлять. Это два последних – лечение уроков и правильная интерпретация неудач. И, к сожалению, не всегда воспринимается измерение оценки эффективности, как элемент развития самой организации, работы над ошибками. И второй момент – это рост мотивации сотрудников. Потому что, когда сотрудники понимают, куда они двигаются, как эффективно реализуются программы, это тоже повышает их мотивацию и, соответственно, общую эффективность организации. Ну и, безусловно, все прекрасно понимают, что есть ограничения. Не буду я их перечислять, они все понятны. Это ресурсы, выбор адекватных систем, показатели, результатов и так далее. Они тоже уже говорили. Более того, в прошлом году мы проводили исследование по тому, каким образом в публичных отчетах некоммерческих организаций. Вообще говорится об эффективности, о системах измерения. И вот выводы, которые получились в результате, они говорят о следующем. Что большая часть отчетов говорит про историю КИКСы, о наличии систем измерения только на четвертой организации. Есть разрыв между между ними и представленной результативностью. Не везде четкая логическая рамка. Нет информации, я уже говорил об этом в заключенных уроках. И в основном не всегда понятно достигнутые изменения. Вот тот социальный результат, на что направлена организация. Как мы это пытаемся делать вместе с партнерами, как мы в этой теме пытаемся работать и создавать культуру измерения эффективности, в первую очередь надо сказать, что программная цифра, ключевая суть деятельности организации, она в нашем понимании не только включает три главных элемента. Это планирование программ, которые включают целеполагание, результаты и показатели. Это непосредственно реализация программ и мониторинг результатов. И это анализ деятельности. Исходя из того опыта, через который мы прошли, мы понимаем, что планирование это очень важная часть. Потому что для того, чтобы оценить эффективность, нужно иметь что-то в начале. Правильно ставить цели и определять те индикаторы, которые мы движем. Ниши вы видите. Картинки такие замечательные. Это те продукты, которые мы разрабатывали, так или иначе. Они, Алексей сказал в начале, что тема действительно сложная. Она, можно сказать, пока базируется на теории, но есть и практика, есть российская практика. И часть материалов, она уже есть с учетом российского опыта. Можно ознакомиться. Далее я чуть подробнее хотел остановиться на этих продуктах. Для понимания, мы в 2011 году к базовым документам разработали стандарты оценки деятельности, в которые попытались включить ключевые принципы верхнего уровня в области оценки и уберения эффективности. И далее, в течение трех лет, чем занимались и занимаемся сейчас, разрабатываемые индикаторы в нашем понимании способствуют практическому внедрению. Потому что одно дело теория, но когда на практике отработан тот или иной кейс, описана та или иная программа, легче воспринимается и легче понимается все это. Я остановлюсь дальше на теории изменений. Это издание опубликовано. И на базе показателей. Вот то, о чем говорила Лариса Васильевна про активности, социальный возврат на инвестиции, в приложении потом можно будет посмотреть расчет материалов, сам продукт, он тоже находится в публичном доступе. Но суть следующая, что и с роя, о котором говорила Лариса, и тот подход, который заложен в основу данного пособия, анализ затрат и выгоды, cost benefit analysis на риск, он подразумевает экономику. К сожалению, из предыдущих дискуссий тоже стало понятно, что экономика понимается в организациях в НКО очень узко с точки зрения экономичности использования ресурсов. Но на самом деле, те методики, о которых говорит Лариса Сроя, и данная пособия позволяет посчитать экономического выгодного результата. То есть насколько те инвестиции, те средства, которые вложены на программу, приносят экономического эффекта. Что это дает? Это тоже один из параметров эффективности, который позволяет прежде всего найти общий язык с фриколдерами. Он позволяет сравнить различные программы, различные результаты. То есть он немножко расширяет возможности оценки вообще и измерения эффективности деятельности организации. Еще раз скажу, что продукт называется «Рекомендации по оценке социальной экономической эффективности социальных программ» в приложении, и там будет ссылка, можно будет потом познакомиться. Но вот я уже говорил, что планирование – это важная часть, и один из инструментов, который мы отработали в части планирования – это теория изменения. Наверняка многие знакомы с этим подходом. – Сергей, меня слышно? – Да. – Там просто задали вопрос, а вот эти методические, можно их скачать или как-то получить? – Да. Вот ссылка, совершенно верно. Я прошу прощения, просто отвечать на вопрос, я или потом, ну или там, если будет задержка, то прошу извинить. Да, совершенно верно, ссылка внизу дана, и она была на самом деле в чате, уже ссылали, можно будет скачать пособие совершенно бесплатно. Значит, что такое теория изменения? Да, это инструмент, который не просто, но который дает возможность описать запланированные социальные изменения, определить причинно-следственные связи, предпосылки и допущения, ну то есть выстроить логическую, достаточно проработанную технологическую цепочку того, насколько, точнее, как вы двигаетесь к запланированным результатам. И теория изменения, ну нужно отметить, что она все-таки предназначена для достаточно сложных программ, которые направлены на изменения, ну если, на изменение каких-то проблем, да, ну достаточно высокого порядка, да, то есть не, это не проведение мероприятий, не там, оказание какой-то поддержки разовой, да, там, решение именно социальной проблемы, да, на уровне, там, как сообщества, либо более глобально. Что включает теорию изменений, шаги, да, это анализ ситуации, определение целей и допущений, определение и размещение правильно ожидаемых результатов, разработка индикаторов показателей, определение действий и описание в повествовательной форме. Данный инструмент мы отработали совместно с детским фондом Виктория и вот те уроки, которые в результате получили, к которым пришли, они тоже здесь представлены, можно будет с ними ознакомиться. Дальше вы видите пример, он есть в этом пособии, собственно, вот такой, скажем так, лайт-версия теории изменений программы детского фонда Виктория. Это, собственно, допущение, которое мы принимали в процессе разработки теории, при которой должны выполняться те или конкретные условия. Еще раз, вот ссылка, можно будет потом скачать и понадобиться. Следующий инструмент, который тоже позволяет выстраивать систему планирования, целеполагания и определения результатов, это точка социальных результатов. Данный инструмент, он более простой, но, как показывает практика, по сравнению с теорией изменений, он не всегда применяется в деятельности некоммерческих организаций. Суть данного инструмента заключается в том, что вы при планировании раскладываете свои результаты по уровням. Есть уровень непосредственных результатов, который выражается в количестве проведенных мероприятий, в количестве распространенных экземпляров потраченных средств, например. Но есть еще по следующим уровням социальных результатов, социальный эффект. И, собственно, вот здесь, наверное, должна определяться та эффективность НКО, про которую мы говорим. Потому что вот здесь зашита миссия организации, в том числе то, к чему организация стремится. Что такое социальный результат? Это, когда мы говорим про те изменения, которые происходят на уровне благополучателей в результате той или иной программы. Социальный эффект – это более глупальные изменения на уровне общества или изменения благополучителей. Эффективность в данном контексте может выражаться через эффективность получения социального результата, через отношение социального результата к объему вложенных средств. И это может быть социально-экономическая эффективность, когда, как я говорил про рекомендации, собственно, СРОИ тоже это подразумевает, когда вы имеете возможность социальный эффект монетизировать, выразить в денежном выражении, то отношение к ресурсам будет давать тот экономический эффект, который получился в результате программы. Хочу сказать, что в том примере, который приведен в приложении, мы его тоже отработали с детским фондом «Виктория», возврат на инвестиции, имеется в виду экономическая выгода, которая получилась в результате реализации программы, коэффициент соотношения составил 2,19%. Чтобы не вдаваться в теорию, здесь мы приводим в свою практику, как мы раскладываем свою деятельность по данной цепочке социальных результатов. И вот красным специально выделено, чтобы вам было лучше это все понять, что на уровне непосредственного результата, это, собственно, результат деятельности, результат активности. В качестве результата может быть программа курсов, например. Показатель эффективности, который при этом будет говорить о том, как реализуется программа, это количество материалов. Повторюсь, это на данном уровне, на уровне статусного результата. Но следующий уровень, причем мы пошли дальше, мы еще делили непосредственно результаты на промежуточные и конечные, усложнили немножко себе задачу, но это необязательно делать, достаточно даже по этой рамке поработать немножко. Результат для себя, мы определили, для нашей деятельности, для нашей организации, это повышение компетенции, повышение компетенции сотрудников некоммерческой организации. И в данном случае пример показателя, который будет говорить о активности для нас, нашей деятельности, мы считаем, что это количество НКО, которые внедрили лучшие практики в свою деятельность. Еще один инструмент, который мы отработали, это, в общем-то, база показателей. Когда я говорил про планирование, я говорил про важность цели и полагания социальных результатов и индикаторов. И вот по индикаторам тоже много уже говорил Алексей и Лариса. На самом деле очень много международных организаций, которые предоставляют показатели и процесс этот идет и продолжается. Про Ирис говорили, чуть больше акцент сделан в сторону бизнеса, в плане показателей. Есть для некоммерческих организаций «Рубкам Матрикс», «Матрица социальных результатов», которые мы тоже переводили. Ссылки здесь, потом можно будет запросить, мы дадим ее. Собственно, вот на этой картинке я здесь, в этой табличке, вот эту мы прошли, здесь шаги, алгоритм подбора показателей, которые мы разработали. Дальше, вот здесь я бы обратил внимание, наверное, в этой табличке, в данном столбце вы можете увидеть, о чем я говорил, это наша внутренняя система деятельности организации. Когда мы говорим про деятельность организации, мы говорим про потенциал, про процессы, про стейк-холдеры, про результаты, про вклад в общество. И что мы делали в рамках данной работы? Мы резиновали достаточно большой список организаций международных организаций и выделили те показатели, которые, на наш взгляд, наиболее штатные деятельности наших партнеров и нашей российской специфики. Список организаций, которых мы проанализировали, можно посмотреть в приложении. Здесь лишь часть показателей, которые мы отобрали, показатели эффективности, по разным уровням перспектив, так называемых. И в главной части те показатели, которые мы для себя определили, где-то из отчета нашего за 2013 год, фактически показатели. Ну, собственно, из того, что я хотел рассказать, если чуть сумбурно, то прошу прощения, потому что, на самом деле, у нас очень много наработанной информации, ее невозможно так кратко, не очень, наверное, это всегда удобно через вебинар. Мы действительно готовы отвечать на вопросы, если какие-то появятся. Вот в качестве выводов хотели бы подвести итог, да, внимание, что все-таки для того, чтобы быть эффективной организацией, да, мы вроде как решили, что при этом важно планирование, важно измерение деятельности, измерение вашей эффективности. И чтобы этого достичь, важно развивать культуру измерения в организации. Соответственно, необходимо и важно планировать социальные точки результатов, систему измерения и оценку планирования заранее, использовать показатели из общих баз, то есть не взять в текущих условиях и изобретать велосипед. На самом деле, очень много чего существует и что можно использовать в своей работе. Необходимо наращивать собственные потенциалы, собственную экспертизу с точки зрения измерения. И, что немаловажно, коммуницировать ваш социальный эффект и вашу эффективность. Обратная связь тоже дает результаты и вы можете понять, насколько вы эффективны или нет. Справа представлены продукты, о которых я говорил и о социальных результатах. В общем-то, наверное, это все. Спасибо. Есть наши контакты и дальше, как я говорил, есть приложения, с которыми можно будет потом более подробно ознакомиться. Сергей, да. Сергей, да. Слышно меня? Сергей, спасибо. Спасибо большое. Если есть несколько минут, давайте на вопросы ответим, потому что тут некоторые вопросы есть. Посмотрите, пожалуйста. С чего нужно начинать? Тут я понимаю, что… С какого вопроса? С какого? Ну, вот там вопрос первый был, то есть лучше замерять качественные изменения. Я думаю, что это был Кирей. С чего нужно делать планирование? Вот от Евгения вопрос. С чего нужно начинать выбрать систему оценки? Я говорил уже, что важно на самом деле планирование. То есть вы должны определиться с инструментом планирования. Вот вам представили, да, это цепочка социальных результатов, либо теория изменения для более сложных программ. Но вы должны все-таки грамотно запланировать, поставить цель. Вот если… И выбор показателей, да, то есть определить социальный результат, к чему вы планируете прийти, и определить показатели, как вы будете измерять, достигаете вы своих социальных результатов или нет. Могут быть конечные показатели, могут быть промежуточные индикаторы, да, по тому, как вы двигаетесь. Да, и вот уже тоже я говорил, что важно развивать внутреннюю все-таки культуру оценки. Если, как это происходит в большинстве, либо какой-то запрос, либо для подготовки отчетности разово мы готовим показатели, да, либо мы отвечаем на их запрос, не имея при этом выстроенную в организации систему мониторинга, то это сложно сделать. То есть нужно все-таки выстраивать систему, выстраивать потенциал, наращивать компетенции внутренние. Мои, к сожалению, к счастью достаточно. Если при оценке сыровья итоговый показатель получается меньше единицы, как это осмыслить? Ну, тут, знаете, строить теорию изменений на самом деле. То есть вы должны понимать, ну, вопрос тоже, да, что включать, да. То есть вот даже, например, при оценке, которую мы проводили, мы объявили те факторы, те элементы, которые можно выразить в экономических параметрах. Мы посчитали только один элемент для детской программы, это было не попадание детей в подопеку, не попадание в интернат. И даже вот этим, с учетом этого фактора мы получили положительный коэффициент. Ну, да, больше единицы, мне тут Ольга подсказывает, коллега. В презентации, на самом деле, я вот сейчас вам покажу, что… Так, минутку. Так, нет, у меня здесь нет выводов. Ну, вот в любом случае, как говорила международная практика, и наша в том числе, скажет то, что вы произвели расчет экономической эффективности, это уже положительно, потому что вы, ну, через этот опыт, вы в организации поняли те вызовы, которые перед вами стоят, что нужно в организации сделать, чтобы правильно учетную политику выстроить, да, в первую очередь. Второе – это, как настроить программу, да, то есть, возможно, нужны какие-то изменения в программе, которые будут приносить более экономическую эффективность. Ну, с другой стороны, это же не сама цель, да, есть программы, которые и не приносят экономическую эффективность. И вообще мы, на самом деле, в пособии говорим о том, что оценка экономической эффективности может произвести только программ, подпадающих под категорию социальных инвестиций, которые в реализации программы должны быть изменения на уровне благополучателей, на уровне сообщества. Какие инструменты? Какие инструменты? Ну, инструментов, на самом деле, очень много, да. Для НКО в IT-сфере. Давайте, да, если дополнительные вопросы, сейчас какую тему не развивать, вы можете по ссылкам на адрес писать вопросы, мы потом ответим на все, дадим ссылки и по IT в том числе. Очень хочется каких-то предлагать советов для НКО с примерами на реальных российских организациях. Вот я уже сказал, что те два пособия, которые мы представляем, и ссылки, они уже основаны на практических примерах российских организаций, а те показатели, которые здесь приведены в презентации и в приложениях, это тоже не практика, но это адаптированные показатели, да, то есть их вполне возможно измерять, и их измеряют. Какие показатели эффективности являются хорошими, а какие являются приемлемыми. Тоже, да, вот, собственно, методика выбора показателей, о которой я говорил, это зависит от того, как вы в процессе для себя определите, насколько эти показатели связаны с достижением вашей миссии или эффективности или нет. то есть, ну вот, тут скорее вопрос, ваш показатель или не ваш показатель, не хорошее и приемлемое. Подходит для вашей оценки измерений или нет? Я вижу, что много вопросов. Я не могу ответить на вопросы, да. В общем, очень хорошо, что есть вопросы и, конечно, главная наша цель вебинара, да, просто показать тех экспертов, которые есть в этой области, чтобы вы просто увидели контакты, потом вы можете с ними спокойно связаться, да, и пообщаться более тесно. Я думаю, что никто не будет против, поэтому вот контакты есть, да, я думаю, что, ну, я не знаю, если есть еще какие-то вопросы, наверное, лучше всего написать, наверное, да, вам на почту, вот, и это будет, наверное, более просто, наверное. Алексей? Да. Кто-то, да, Сергей или... Мы даже какие-то вопросы потом объединим и информацию там же на сайте выложим, если что-то не достает или какие-то более правильные вопросы. Хорошо, спасибо. Лариса Васильевна? Алексей, меня слышно? Да. Ну, я хочу тоже поблагодарить Сергея за замечательную презентацию. И вот я увидела здесь вопрос от Ирины. Параметры качества состояния общества по умолчанию и вопросить не знаю. И я хотела, может быть, ответить, потому что мы в своих программах и в программах развития фонда запустили такой проект, как оценка состояния здоровья сообщества. И так же мы делаем социальные карты территории. То есть это вот те продукты, которые и учитывают качество состояния общества. То есть не по умолчанию работаем. Спасибо. Спасибо. Так, тогда давайте... Да-да-да. Давайте тогда я просто закончу. Уже минут пять еще нас осталось. И спасибо большое экспертам. Было правда очень интересно. Итак, все вопросы можно им задавать. Я потом сейчас сделаю доступ к презентациям. Естественно, что вы потом получите и записи, и сами презентации. Алексей, я отключаюсь. Я так понимаю, что вопросов пока больше нет. Да-да, вы можете уже отключиться. Большое вам спасибо, да. Так, а я просто хотел показать, что тоже мы сделали... Сергей, я говорю, что да, вы можете отключиться, да. Так, меня слышно, да. Итак, я говорю, что мы тоже на сайте сделали небольшую подборку статей просто по этой теме о том, что мы писали, вот. Ну, это такой просто средств знаний, да. То, что мы все-таки не такие яркие специалисты в этом. Ну, уверен, что вам тоже будет интересно почитать. И как бонус я просто там даю вам просто два, условно говоря, таких отчета небольших, как в социальном предпринимательстве оценивается вклад, вот этот импакт, о котором говорил Сергей, социальный вклад, да. И вот на примере, например, Ашока – это международное такое сообщество социальных предпринимателей. Вы вот кликая сюда, вы можете потом перейти в PDF и скачать это исследование. Например, они там задаются вопросом, а с помощью чего, собственно, измеряется вклад и каким образом. Вот они выделяют там пять пунктов. И, на самом деле, очень интересный кейс. У них прям несколько примеров есть практических. Вы также можете посмотреть. Единственное, что это на английском языке. Но я надеюсь, что это не проблема для вас. И следующее – это импакт-хаб, чьим резидентом я сейчас являюсь. То есть, это отличное место. Это именно место, где собираются социальные предприниматели и работают, совместно разрабатывают какие-то проекты. И также это вот можно будет нажать и посмотреть их отчет. Они говорят о том, что вот, например, их вклад, что за там четыре года или чуть больше, чем они существуют, было создано три с половиной тысячи рабочих мест. И по крайней мере 44% членов сообщества, да, социальных предпринимателей создали хотя бы одно рабочее место в 2013 году. То есть, уверен, вам будет это интересно посмотреть. Поэтому, как бы, рекомендую, да. Вопросы-ответы. Если какие-то еще есть общие, я могу ответить. Если еще что-то, я тоже могу ответить. Так, Анна спрашивает, как вы считаете, что ожидает наша российская последняя критеризация? Сложный вопрос, вы так сформулировали, даже я не знаю. Алексей. Да, да, я слышал. Алексей, я слышал? Да. Я просто отключился. Я, во-первых, не поблагодарил за то, что выслушали непростую презентацию, на мой взгляд. Вот вижу вопрос. Никто из задателей и спонсоров не принимает решения о поддержке НОО основываясь на эффективности. Но вы знаете, на самом деле, это вопрос развития культуры. И мы тоже, хочу сказать, что мы стараемся не только работать на НКО сектор, но и развивать культуру в бизнесе, измерение оценки, и фокусировать на этом внимание. И на самом деле и бизнес сейчас рисуется оценкой, измерением эффективности своих программ по-хорошему, не декларативно. И связи с корпоративными ценностями, с корпоративными ценностями и ценностями сообщества. Поэтому, ну, это все зависит от нас. То есть, насколько мы работаем со своими стейкхолдерами, насколько мы доносим информацию, насколько мы грамотно отчитываем. Информацию о том, как бы результат исследований, я показывал, что, к сожалению, информации об эффективности в отчетах, ее немного. Поэтому и донорам сложно, собственно, ориентироваться и как-то делать выбор. Почему у нас приобретают популярность стоимостные подходы, да, вот этот СРОИ и есть и другие. Потому что они позволяют на одном языке разговариваться в первую очередь. Можно сравнить различные, я говорил, программы и так далее. По поводу внедрения стандартов в ВОЮ. Но мы здесь не говорим о внедрении, обведении стандартов, стандартизации на уровне государства. Мы говорим о стандартизации без сектора. То есть важно, я хочу сказать, что мы при разработке этих документов, постоянно на этом делаем акцент, мы достаточно большое время потратили на то, чтобы согласовать с теми, кто участвовал в проекте терминологию. И договориться прежде всего. И здесь тоже важно, чтобы вы были в секторе, скажем так, внутренние стандарты, правила. Сейчас постоянно приводим ассоциацию фондрайзеров, в поддержку которой мы участвовали и которая сейчас уже функционирует у нас есть, кто не знает. Ей можно вступать в вечно. Во-первых, что она сделала, она выпустила этический кодекс фондрайзера. Продукт, который в первую очередь подразумевается профессиональной деятельностью фондрайзеров. Там тоже очень много нюансов и аспектов. То же самое и в измерении эффективности оценки. У бизнеса сейчас стагнация, кризис, тихая смерть. Но это говорит еще только о том, что какой-то бизнес будет заводцар поддерживать. Какой-то бизнес будет обращать внимание на эффективность. И в этом плане очень вовремя вебинар и хорошо, что тема у нас на самом деле в России набирает популярность. И все в ваших руках, насколько вы будете грамотно к бизнесу представлять свои результаты. Данный результат. Единственное ли вы пометите по всей серии. Это... Алексей, у нас есть еще время, да? Да, я думаю, что еще минут пять. Мне просто нужно будет еще минут пять закончить. Вот про вебинар Алексей, я думаю, что будет, конечно. Какую роль в оценке принимает представление Горьба в кубичном пространстве. Тут вопрос, смотря что вы размещаете в Фейсбуке. Ну да, все, вроде как вопросы ответили коллеги. Но если будут, то мы готовы отвечать, пишите. Да, Сергей, большое спасибо, да. Лариса Васильевна, вы хотели что-то сказать? Да, я хотела ответить, вот здесь появился вопрос про стагнацию бизнеса и тихую смерть. Вы знаете, мы анализировали кризис 2008 года, какие, так сказать, можно ожидать последствия, какие были проблемы. Мы, и вот я недавно делала это исследование, надо сказать, что наши ожидания во многом как бы оправдались, кроме одного, что вот я очень беспокоилась безусловно за поддержку некоммерческих организаций и инициатив местных сообществ и смогут ли фонды выживать в условиях кризиса. Я хочу сказать, что у нас ни один фонд не закрылся из-за кризиса. Более того, инвестиции, вот таких социальных инвестиций на поддержку местных проектов и программ, это увеличилось, увеличилось в разы. Так что, может быть, структура бизнеса, которая поддерживает, или, так сказать, набор компаний, которые поддерживали развитие некоммерческого сектора и социальных проектов, он, конечно же, меняется, потому что мы на фондах не видим практически крупных корпораций. Но у нас есть другой бизнес. Средний бизнес – это социально ответственный бизнес в территориях, и сейчас начинают более активно поддерживать вот такие проекты. Ну, посмотрим, что нам даст этот кризис. Я надеюсь, что все будет нормально. Всем спасибо еще раз. Большое спасибо. Да, большое вам спасибо. Большое спасибо за вопросы. Всегда можно обратиться к нам. Да, да, да. Так, а я сейчас как раз уже практически заканчиваю и дам вам всем скачать презентации. Правда, сначала еще парочку анонсов хочу сделать. Мы вообще много всего интересного делаем. Вот, например, у нас будет тренинг, посвященный созданию видеоролика для краудфандинговой компании. Он будет в Москве 17-го, 18-го, но еще и 7-го. Поэтому вот, если интересно, можете зарегистрироваться там, почитать описание. Ну, действительно уникальная вещь. И еще мы ищем истории интересные и спикеров. У нас будет 28-го февраля такая конференция об ошибках и неудачах. Потому что, действительно, все готовы говорить только о том, что получается, но никто не готов рассказывать о своих каких-то ошибках. Но, как мы знаем и как говорил Сергей, обязательно важно учиться на ошибках. Поэтому, если вы работаете в некоммерческой организации и у вас есть какой-то опыт, с которым вы хотите поделиться или можете поделиться, пожалуйста, перейдите вот по этой ссылке и просто зарегистрируйтесь или расскажите нам об этом. Потому что мы собираем такие истории и нам важно знать, как не сделать такие подобные ошибки вторично, чтобы просто другие люди тоже узнали о ваших ошибках и выводах. Поэтому буду очень рад, если вы все-таки поучаствуете. И от себя еще хочу сказать спасибо. Вот наш сайт представлен здесь. Нас в социальных сетях найти очень легко. Мы везде теплицы СТ. А я сейчас скину вам в чат свою почту еще раз, если будут какие-то вопросы. И как-то кто-то задал вопрос, что нужно для того, чтобы что-то сделать в плане будущих вебинаров по этой тематике. Когда я буду делать пост-релиз по этому вебинару, я, наверное, задам вопрос там и посмотрим просто ваш отзыв. Если вам будет интересно, то мы, конечно, сделаем с какими-то еще экспертами, чтобы больше развить эту тему, если она действительно важна. И если вопросов нет, тогда я заканчиваю. И сейчас я там буквально через 30 секунд просто вам скину презентацию, так что вы можете пока подождать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...